Закон Ома для участка цепи Продолжим изучение законов постоянного электрического тока. Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц в электрическом поле. Вспомним, какая характеристика будет описывать упорядоченное движение заряженных частиц. Течение зарядов можно представить как течение воды в реке. Чем больше разность уровней воды, тем больше скорость течения. В озерах поверхность воды расположена на одном уровне. Вода в озере не течет. Также и в электрических цепях. Если разность потенциалов на концах участка высокая, то ток сильнее. Если на концах участка цепи потенциалы равны, то заряд по этому участку не потечет. Чем сильнее действие электрического поля, тем быстрее двигаются заряженные частицы и тем больше сила тока в цепи. Установим зависимость, которая существует между двумя физическими величинами – силой тока и напряжением. Прямо пропорциональную зависимость силы тока от напряжения можно определить опытным путем. Соберем цепь, состоящую из источника тока, ключа для замыкания цепи, электрической лампочки и приборов амперметра и вольтметра. Подключать цепь будем строго соблюдая полярность. Клему со знаком «плюс» соединим с проводом, идущим от положительного полюса источника тока. Клему со знаком «минус» соединим с проводом, идущим от отрицательного полюса источника тока. После того, как все элементы цепи соединены, замкнем цепь. Показания приборов показаны в таблице. Мы видим, что напряжение У равно 1,5 В, сила тока И равно 0,1 А. Разомкнем цепь, увеличим общее напряжение в цепи, добавив еще одну батарею. Показания прибора увеличились вдвое. Напряжение У равно 3 В, сила тока И равно 0,2 А. Подключим еще одну батарею. Замкнем цепь. Показания прибора У равно 4,5 В, сила тока И равно 0,3 А. Опыт показывает, во сколько раз увеличивается напряжение, приложенное к одному и тому же проводнику, во столько же раз увеличивается сила тока в проводнике. Сила тока прямо пропорциональна напряжению на концах проводника. То есть И равно К умножить на У, где К – коэффициент пропорциональности. Построим график зависимости силы тока от напряжения. График представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат. График зависимости силы тока от напряжения называют вольт-амперной характеристикой электрической цепи. Определим физический смысл коэффициента пропорциональности К. В цепь вместо лампочки добавим различные проводники. Сила тока при неизменном напряжении будет разная для различных проводников. Сила тока в цепи зависит не только от напряжения, но и от свойств проводника. Коэффициент К определяет способность проводника проводить электрический ток. Его называют проводимостью проводника. В начале XIX века немецкий ученый Георг Ом ввел в величину обратную коэффициенту пропорциональности и назвал ее сопротивлением проводника. Сопротивление проводника обозначается буквой R. Единицей измерения является Ом. Если по данным таблицы построить график зависимости силы тока от сопротивления, то он уже не будет являться прямой. Кривая, построенная по экспериментальным точкам, представляет собой гиперболу. Итак, опыт показывает, что чем больше сопротивление проводника, тем меньше сила тока в цепи при одном и том же напряжении между концами проводника. Обобщая результаты опытов, можно утверждать, что сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна сопротивлению. Это утверждение является законом Ома для участка цепи. Закон Ома можно записать I равно U делить на R. Из этой формулы можно получить две исходные формулы. U равно I умножить на R. R равно U делить на I. Если температура устройства, через которое течет ток, не изменяется, то когда напряжение, поданное устройству, возрастает в два раза, сила тока также удваивается. Если напряжение увеличивается в три раза, то сила тока также возрастает в три раза и так далее. Мы говорим, что соблюдается закон Ома. Сила тока прямо пропорциональна напряжению. Если в этих двух аналогичных цепях идентичные напряжения вырабатывают токи различной силы, тогда устройства должны иметь различные сопротивления. Чем меньше сила тока, тем больше сопротивление устройства. Сопротивление находится путем деления напряжения U на силу тока I. Единица измерения сопротивления является Ом. Большинство электрических устройств используют более одной батареи. В соединении, показанном на изображении дискмен, положительный полюс одной батареи подключен к отрицательному полюсу другой батареи. Напряжение одной батареи составляет 1,5 вольт. Присоединив положительный полюс одной батареи к отрицательному полюсу другой, мы в итоге получим напряжение, равное сумме напряжений на двух батареях. А теперь переходим к практической части нашего урока и выполним несколько расчетных задач на пройденную тему. Определите силу тока в кипятильнике, включенном в сеть с напряжением 220 вольт, если сопротивление спирали составляет 55 Ом. Запишем краткое условие задачи. Дано. У равно 220 вольт. Р равно 55 Ом. Определите И. Решение. Для того, чтобы определить силу тока в кипятильнике, воспользуемся законом Ома. И равно У делить на Р. Подставляем числовые значения. И равно 220 вольт делить на 55 Ом равно 4 Ампера. Записываем ответ к задаче. И равно 4 Ампера. Следующая задача. Определите сопротивление резистора, если за время 10 минут через него проходит заряд 200 кулон. Напряжение на концах резистора 6 вольт. Запишем краткое условие задачи. Дано. Т равно 10 минут. Ку равно 200 кулон. У равно 6 вольт. Определите Р. В систему Си переводим 10 минут. Это 600 секунд. Записываем решение к задаче. Воспользуемся законом Ома. И равно У делить на Р. Для того, чтобы определить сопротивление резистора, из этой формулы выразим сопротивление. Р равно У делить на И. Так как сила тока неизвестна по условию задачи, то силу тока можно определить по формуле И равно Ку делить на Т. Окончательно получим формулу. Р равно У умножить на Т делить на Ку. Подставляем числовые значения. Р равно 6 вольт умножить на 600 секунд делить на 200 кулон равно 18 Ом. Записываем ответ к задаче. Р равно 18 Ом. Следующая задача. По графику зависимости силы тока от напряжения определите сопротивление проводника. Воспользуемся законом Ома. Из закона Ома найдем сопротивление проводника. Р равно У делить на И. Подставляем числовые значения. При напряжении 2 вольта по графику сила тока равна 0,5 Ампер. Подставляем числовые значения. Р равно 2 вольта делить на 0,5 Ампер равно 4 Ом. Записываем ответ к задаче. Р равно 4 Ом. А теперь подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы узнали, во сколько раз увеличивается напряжение на участке цепи, во столько же раз увеличивается и сила тока на этом участке. Чем больше сопротивление проводника, тем меньше сила тока при одном и том же напряжении между концами проводника. Закон Ома для участка цепи. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению. Закон Ома записывается следующим образом. И равно У делить на Р. Урок окончен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин